Здравствуйте! Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ нескольких категорий граждан. От налогов 13% освобождаются россияне, пострадавшие от террористических актов на территории России, от стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, а также члены их семей. Документ вступает в силу со дня опубликования, а действие налоговых льгот будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года. Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ материальной помощью для студентов. Правительство также планирует снизить ставку НДФЛ для иностранцев с 30 до 13%. Еще один закон, который утвердил глава государства, касается повышения акцизов на вино. Согласно документу, вводится единая ставка акциза на российские и импортные вина. Поправки вносятся в налоговый кодекс и вступят в силу с начала 2020 года. То есть со следующего года и с российских, и с иностранных вин будет взиматься акциз в размере 30 рублей. Кроме того, Владимир Путин утвердил введение акцизов на виноград и виноматериалы. В 2020 году ставка для винограда составит 30 рублей за тонну, а для виноматериалов виноградного и фруктового сусла 31 рубль за литр. Все это, безусловно, приведет к подорожанию вин для конечного потребителя. Правительство при внезении законопроекта объясняло, что повысить акцизы нужно для увеличения доходов бюджета. Еще один продукт, который может подорожать, это молоко. Цены могут вырасти на 12% из-за запуска электронной ветеринарной сертификации ЭВС, сообщили известия. Одновременно со стартом ЭВС уже идет эксперимент по маркировке продукции. В ассоциации компании интернет-торговли предложили в письме перенести старт электронной ветеринарной сертификации. В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системы ЭВС не имеет практического смысла. В Перми, в районе центрального рынка, идет снос нестационарных торговых объектов НТО. Киоски, стоящие на улице Пушкина, вблизи перекрестка с улицей Попова, не попали в утвержденную в 2018 году новую схему размещения НТО и, соответственно, являются незаконными. Как сообщает бизнес-класс, земельный участок под данными объектами находится в муниципальной собственности. Расположение на этом месте НТО в новой схеме не предусмотрено, поэтому договоры на установку киосков повторно не заключались. Пермская компания Промобот запустила серийное производство роботов с человеческим лицом. Андроид умеет выражать эмоции, мимикой и вести беседу. По словам разработчиков, технология позволяет воспроизводить свыше 600 вариантов мимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции. Специалисты разработали собственную технологию создания искусственной кожи. В компании считают, что такой робот способен снять барьер во взаимодействии между человеком и машиной и способен заменить часть сотрудников на почте, в банках или муниципальных учреждениях. Напомню, впервые компания Промобот показала робота с лицом человека в апреле на выставке в Сколково. В Перми отмечен самый существенный рост цен на вторичное жилье среди российских городов-миллионников. Об этом свидетельствует данная ЦИАН. По информации агентства, за сентябрь цены выросли почти на 3%, до 60 200 рублей за один квадратный метр. В августе 2019 года средняя цена квадратного метра в Перми составляла 58 400 рублей. Курс доллара, установленный Центробанком на 1 октября, составляет 64 рубля 64 копейки, курс евро 70 рублей 71 копейка. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова